Если вы зашли на это видео, то вы тот человек, который потребляет контент. Я уверена, почти каждый из вас любит смотреть фильмы, сериалы, иногда может быть телевизор, также всякие развлекательные видео на ютубе. Много ли из вас задумываются на тему того, каким образом это было все сделано, смонтировано, снято, звукорежиссеры, световики, вся работа этих людей, как она была проделана? Ведь каждое видео произведение, что вы смотрите, оно имеет какую-либо обработку, светокоррекция, монтаж в целом, саунд-дизайн, графика, VFX. Мне показалось интересным взять интервью у профессионалов, которые разбираются в теме монтажа. Возможно, ты тот самый человек, который в какой-то рандомный момент решил, что ему интересна тема монтажа и решил поподробнее узнать, что это такое. Но я уверена, что это видео будет также интересно посмотреть уже профессионалам, которые что-то шарят в этой теме и уже даже как-то это монетизируют. Многие вопросы, на которые вы не можете найти ответы, вы найдете в этом видео, потому что я возьму интервью у профессиональных монтажеров, работы которых вы, скорее всего, уже видели на ютубе, и не только популярные артисты, рэперы. В этом видео я возьму интервью у Романа Редклауда и Андрея Сексичики. Возможно, вы вообще не наслышаны об этих прекрасных монтажерах, но их работы, я уверена, ты точно видел. Но ты просто не знаешь, что это работа их рук. Друзья, а вы знали, как выглядит главный монтажер Парадевича? Каждое видео на протяжении года было смонтировано Романом Редклаудом, который также работал с многими брендами и другими крупными блогерами. Рома профессионал в программе Da Vinci Resolve. Так что сначала я предлагаю разузнать о его опыте работы и как вообще начинался его путь. В общем, ребят, все это мы сейчас услышим. Поэтому небольшое интервью с Ромой Редклаудовичем, я думаю, вам нужно и будет это интересно посмотреть. Даже если вы ничего не понимаете о монтаже. Короче, все. Смотрим. Снова Роман, здравствуйте. Вы известны как монтажер таких блогеров, как Александр Парадевич, Миша Литвин. Ну, Миша Литвин, я не монтажер Миши Литвина, я только тестовое делал. Монтажер Парадевича в основном, да. Ну, и работаю сейчас с разными блогерами, у нас команда, мы сотрудничаем со всеми, в принципе. Все, кто к нам приходят, все получают монтаж от нас. И все довольны. Основатель команды Редклауд. Названный в честь себя же. Ну, хочу начать с самого начала, спросить у тебя, как ты вообще пришел к монтажу? Как ты узнал об этом? Как это все началось, твой путь? Я пришел к монтажу очень давно, году в 15-м, 14-м. У меня есть хороший друг из Воронежа, его зовут Артем. И вместе с ним мы на каникулах часто ездили к бабушке в деревню. Вот. Так получилось, что ему родители подарили зеркалку Sony. Для нас это была как такая игрушка, мы с ней везде бегали, фоткали природу, фоткали друг друга. Ну, и, конечно, от фоток дело перешло к видео. Видео нужно было как-то обрабатывать, чтобы оно не пропадало. Я скачал Sony Vegas Pro 13, и тут понеслась эта большая история. Монтировал сначала видео с этой камерой, потом монтировал видео, как мы просто гуляем. Я снимал на телефон, на старенький Xiaomi. И чисто для себя, чисто для друзей сохранял таким образом какие-то воспоминания, наши приключения. Ну, и делал, конечно, приколы, там, издевался над ними всячески. Таким образом я набивал навык, ну, и в целом погружался в монтаж. Просто мне нравилось что-то такое делать. Нравилось то, что я вот своими руками на бабушкином компе что-то в Sony Vegas мучу. И это потом можно смотреть, вполне себе использовать дальше. Как ты обучался? Ты же, когда монтировал какие-то базовые у тебя знания уже были, как это все создавать? Ну, в то время это был YouTube. Монтажный YouTube тогда был вообще не развит. Но я смотрел, естественно, всяких русских чуваков. По Sony Vegas тогда были каналы, они рассказывали. Но вообще программа была на хайпе в то время. Да, у меня тоже первая моя программа Sony Vegas. Да, вот смотрел всякие MLG-монтажи, там, пупы. Очень меня это все вдохновляло. И я старался это повторить. Но контента было мало, сейчас, конечно, гораздо больше. Плюс тогда я английский плохо знал, потому что еще не так долго его изучал в школе и так далее. Но в то время меня спасал английский, потому что вот Запад очень хорошо развивался тогда в монтаже. Было очень много достаточно хороших обучалок на YouTube. Да. И сейчас западные обучалки, на самом деле, впереди планеты всей, можно так сказать. Я сам постоянно их смотрю и тоже беру какие-то моменты. Как ты пришел к After Effects? Я знаю, ты раньше монтировал в Adobe Premiere Pro After Effects. Вся вот эта вот секта Adobe. After Effects. Вот это, кстати, хороший вопрос. Потому что к After Effects я пришел в основном после тестового у Литвина, у Миши Литвина. До этого я много лет работал только в Premiere исключительно, потому что мне там надо было, ну, максимум плашки какие-то вставить и сделать. Я обычно заходил в Автор, делал какой-то простой шаблон, сохранял себе его в MoGator в формате и загружал в Premiere, использовал его там. А вот именно когда я начал делать тестовую литвину, я тогда прям глубоко погрузился в Автор. И я на самом деле не знал, как делать многие эффекты и на ходу просто смотрел обучалки, фантазировал какой-то эффект и потом уже искал, как его реализовать в программе. Таким образом учился. Это было в 21-м году, по-моему, 3 года назад. Да, относительно недавно. Ну, относительно недавно, да, в графику я зашел не так давно. До этого я больше такой простой монтаж делал. А как вот у тебя так мнение поменялось, и ты решил, что тебе нужно перейти в программу DaVinci Resolve? Сейчас начнется пропаганда DaVinci. Купил себе MacBook в прошлом году после того, как у меня начали лагать большие проекты. Я тогда начал работать с Парадеевичем, и мы делали большие шоу, много камер, там 7-10 камер, много петличек. В 4К они еще снимали на этот момент. Покрасить тоже их надо было. Вот, и премьер просто там после 40 минут условно таймлайна, он уже не справляется. У меня проект виснет на старом ноутбуке, у меня вот есть старый ноут, он тут рядом стоит. Там характеристики неплохие, но все равно премьер как-то подтупливал. И автор в том числе, естественно. RTX 2060, если кому интересно. Я решил инвестировать, так сказать, свою работу, понял то, что куплю себе Mac, если что, отобью его за несколько месяцев, все будет окей. Поэтому взял себе MacBook, на тот момент долго выбирал, взял на M1 Max, читал всякие отзывы, обзоры. Сажусь за него, думаю, ну все, все мои проблемы решены, Adobe не будет вылетать, я буду кайфовать и нормально заниматься творчеством. Но в итоге я просто в тупую взял, сделал стресс-тесты, там накинул grain, накинул glow, шейки. И сравнил на новом ноутбуке и на старом. Разницы особо я не увидел. Она была, конечно, он постабильнее работал, и я несколько проектов в нем собрал. Но все равно все это было достаточно печально для больших проектов, для много эффектов. И тогда я понял то, что не могу уже не раскрывать потенциалы своего компьютера. И в целом просто какая-то тупиковая ситуация получается. Поэтому я перешел в DaVinci, плюс я всегда увлекался цветокоррекцией на таком любительском уровне. Но когда я перешел в DaVinci, уже более глубоко начал это изучать. Не могу сказать, что я профессиональный колорист, но стараюсь в этом плане тоже развиваться. Я считаю то, что это одно из направлений роста для монтажера, в том числе и цвет. Поэтому если ты работаешь в премьере, у тебя как бы эта ветка монтажная заблокирована. Судя по твоим работам, очень хорошо развиваешься. Мне очень нравится, как ты красишь кадры. Вот смотрел разборы твои, очень красиво. Ну я стараюсь. Вот люди, которые только заходят в монтаж, ты посоветуешься все-таки брать винду вместо мака? Я могу так сказать. Во-первых, винду вместо мака можно брать, если у вас бюджет ограничен. Если вы с монтажа еще не зарабатываете достаточно денег, чтобы позволить себе мак даже в кредит и отбить его за какое-то время. Тогда да, лучше собрать компьютер там в пределах 100 тысяч рублей, сколько тысяч долларов получается. Тогда да, винда. Но если у вас уже есть бюджет и вы зарабатываете, тогда мало. А по софту тут такой вопрос. Тоже как бы, если вы новичок, у вас плохой компьютер, то лучше, конечно, поставить премьер. Потому что он на старом движке написан и лучше работает на старых компах. Но если у вас уже компьютер мощный, то премьер его просто не будет раскрывать полноценно. Поэтому тут я советую уже, если вы прям хотите с головой нырнуть в монтаж, если у вас хорошее железо, то лучше начинать с DaVinci. Ну, вообще, всем советую переходить в DaVinci. На самом деле, не так страшно, не так сложно. Очень все круто тут. Скажите, честно, тебе платят за рекламу? То есть, ну, ты амбассадор. Не платят. За рекламу DaVinci мне не платят. Хотя я был бы не против. Я не против After Effects. Кстати, я был гораздо более нейтрально к нему настроен до недавнего времени. Когда я снял свой ролик про монтаж, я уже год не трогал этот After Effects и премьер. Но сейчас, когда я работаю с командой, у меня 99% людей работают в Adobe. Это просто ад. Когда нужно отрендерить проект какой-то большой, у нас горят сроки, дедлайны. И 10-минутный фрагмент можно всю ночь рендерить из-за того, что там какой-нибудь Deep Glow у человека в авторе лежит. И он просто его все крашит, все, короче... Мы еще поговорим про команду Red Club. Думаю, многим будет интересно, как ты пришел к сотрудничеству с блогерами, монтаж, видео. В коммерческий монтаж я пришел не специально. Не сказал бы, что я прям в него как-то пробивался. Это все было очень поэтапно. И много лет это заняло, во-первых. Как это было, у меня, собственно, вот этот друг Артем, он в Воронеже очень такой общительный чувак. И всем говорил то, что он там что-то снимает, у него есть друг, который монтирует. Он просто подгонял какие-то небольшие заказы. Знакомые что-то попросить, там, свадьбу смонтировать, снять. Ну, вот так вот что-то начинали делать. Это было мое базовое портфолио. Видео какие-то для друзей, небольшие заказы. С ним я переехал в Москву, поступил в универ. И здесь уже была большая студенческая организация, которая занимается просто производством контента для ВУЗа. И я туда пришел, показал им свое портфолио, они меня взяли. Мы с ними тоже начали какие-то делать проекты, начали как бы знакомиться со всеми. Таким образом, много знакомств появилось. И потом уже из этих знакомств я устроился работать в Дзен. В Дзене еще больше оброс какими-то проектами, какими-то портфолио. И так у меня скопилось какой-то базовый набор работ, которые уже не стыдно показывать и не стыдно с ними куда-то идти. Летом 22 года Миша Литвин выложил свой телеграм-канал пост о том, что он набирает монтажеров. Я его не видел, этот пост. Мне его присылает мой одногруппник, говорит, вот смотри, нужна работа. Я думаю, что-то я не очень хочу на самом деле, у меня куча работы там под Дзену. С другой стороны, думаю, а почему нет? Почему не попробовать? Почему не откликнуться? Написал письмо, прикрепил свое портфолио, которое собрал. Мне ответили, меня пригласили работать. Сначала сделал тестовое, тестовое не очень понравилось. Потом меня позвали делать графику. Сделал уже графику, приехал в офис к Мише Литвину, с ним мы там допиливали ролик. Ну, не с ним, с его монтажером. Так, как бы познакомился с оператором Миши Литвина Витей. Собственно, Витя. Потом меня привел сначала к Эдель Вейгель, девушке Миши Литвина. Потом уже к Сане Парадеевичу. Потому что, ну, примерно все операторы в этой тусовке друг друга знают. Снимают разных блогеров. И периодически какому-то из этих блогеров нужен монтаж. Монтажеры не всегда свободны. Монтажеров, на самом деле, хороших довольно мало. Поэтому вот так вот новые люди находятся. И, собственно, начинаем работать уже с блогерами. Как я понимаю, вы с Сашей быстро нашли общий язык? Да, я ему сделал первый проект. Первый проект, который... Ему в целом мне очень нравился, как он был снят. И на монтаже, как бы, я старался по максимуму его вытянуть. И я думаю, он это оценил. Ему понравился результат. В целом ролик вышел. И мне кажется, он неплохой получился. Можешь ли ты назвать главные качества монтажера? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Главные качества... Я могу опустить технические качества. Потому что это как бы база, без которой монтажер не может существовать. Правильно чувствовать ритм, нарезку. Иметь какие-то графические штуки делать. Главное качество монтажера – это ответственность и соблюдение сроков. Если ты не соблюдаешь сроки, если ты подводишь по проекту, это очень большая проблема. Потому что большие проекты, они завязаны на больших бюджетах, в большом количестве людей, на сроках. В первую очередь, рекламных сроков, потому что есть контракты с рекламодателями. Время, деньги. Да, время, деньги. Если ты безответственный, ты всю вот эту цепочку людей, которая шла до тебя. Потому что ты как бы последнее звено этой цепи, вот этого производства контента, видео. То ты просто все вот это вот перечеркиваешь, ролик не выходит. Поэтому надо быть ответственным, надо брать на себя какие-то обязательства и выполнять их. А технически можно много про это говорить. Можно говорить и про ощущение звука, про саунд дизайн, музыку, про цветокор тот же. Но тут как бы главное – это ответственность. Поговорим про команду Red Cloud. Почему ты вообще придумал такой ник Red Cloud? Как это вообще зародилось? Блин, ник Red Cloud – это забавно получилось. У меня был до этого очень хреновый ник, как по мне. Вообще этот ник, он с моего битмейкерского прошлого. Я пишу музыку. У меня был ник какой-то Terrible Crow Wing. Он вообще непроизносимая хрень. Я решил его поменять и думал просто, надо что-нибудь придумать такое, что и звучит хорошо, и визуализировать это можно будет хорошо. Гулял там вечером на закате, думал, Red Cloud, красиво. Будет Red Cloud. Как появилась идея создать команду? Что вообще представляет из себя команда Red Cloud? Идея создать команду появилась после того, как я сделал свой первый ролик. Он неожиданно для меня очень хорошо зашел на YouTube. Набрал там уже больше 300 тысяч просмотров. И мне начало писать очень много людей с предложениями работать. А я не могу разорваться, у меня много и так у самого проектов. Но при этом мне интересно поработать и с другими людьми, и над другими проектами. Поэтому я решил собрать команду сильных монтажеров, у которых будет примерно такого же уровня, как и я. Может быть, чуть-чуть пониже, а может в чем-то и лучше. У нас много ребят, которые там в графике, например, гораздо круче меня. У нас работа строится таким образом. Есть команда монтажеров, есть заказчики, которые приходят ко мне. И я беру проекты, разбиваю их на несколько кусков, раздаю по монтажу. Один кусочек видео, один монтажер. Он это все собирает. Я как бы даю корректировки по, в целом, концепции видео, по каким-то визуальным штукам, титрам, тексту. И все вместе это собираю, работаю над звуком, работаю над цветом, чтобы все это гармонично вместе смотрелось. И в итоге у нас таким образом получается несколько человек работает над проектом. Каждый в него привносит какие-то свои фишечки. И получается крутая работа как раз за счет того, что много людей над ней работает. Ну и, собственно, получается это делать там условно за неделю, за 7-10 дней проект сдавать. Достаточно крупный. Если одному такие проекты делать, то это достаточно и сложно, и получается, как правило, хуже. Потому что уже под конец у тебя монтаж идет, я не знаю, просто склейка с музыкой. Сложно только какие-то фишки добавлять. Ты как бы самоисписываешься внутри этого проекта, тебе уже само вон не так интересен становится. А как люди остаются замотивированы оставаться в команде? То есть они работают над проектом, который ты даешь, и тем самым они развиваются, а в конечном итоге, что является главным мотиватором? Ну, во-первых, у нас такое очень сплоченное комьюнити получилось на самом деле. Монтажеры достаточно разрозненные сами по себе люди. Я до того, как начал какую-то медийную деятельность, вообще практически ни с кем не общался из монтажеров. Никого не знал, не знал, как это все работает внутри. И когда ты в таком комьюнити сильных профессионалов, у тебя, соответственно, и мотивация работать больше, и просто можно с ними поделиться чем-то, они чем-то с тобой могут поделиться. И по ходу работы над проектом тоже ты берешь какие-то фишки у других людей, я тоже многому учусь. И мы таким образом друг друга улучшаем, делаем крутой проект, ну и, собственно, деньги тоже на этом зарабатываем. То есть ты можешь ждать и работать над проектом Парадеевича того же, каких-то крупных блогеров? Мы вот недавно закрыли проект Парадеевича, Саня пришел, сказал, что нужно каким-то образом сделать ролик за два дня. Точнее, он сказал еще, возможно ли сделать ролик за два дня. Это про худшие отели, да? Да, да, какие-то договоренности были серьезные по рекламе. Я думаю, ну вот, можно как раз сделать это с помощью команды. Один я бы, естественно, не успел за два дня сделать ролик, поэтому мы в семь голов, шесть человек делали свои парты, и я потом это все собирал. Мы за два дня сделали видос, очень круто получилось. Приходят крупные блогеры, также заказывают проекты, мы там с миллионниками уже работали, ну и с людьми поменьше, да и с новичками тоже. Вот недавно закрыли проект Чуваку, у которого было первое видео. Есть люди, которые очень круто снимают даже для первых видосов, очень атмосферные видео получают. Да, вот я и хотела спросить, то есть, если к тебе обратится человек там с нулевым опытом ведения YouTube-канала, там, ноль подписчиков, ты согласишься потратить свое время на монтаж видео этому человеку? Ну, зависит от материала, зависит от идеи тоже, чтобы я посмотрел это все, как это выглядит, вообще возможно ли из этого что-то сделать интересное. Считаешь ли ты перспективным это видео, правильно понимаю? Да даже не то, что перспективным, может быть ролик там, я не знаю, не очень коммерческий или там вероятно успешным, но он может быть хорошим, он может быть на свою аудиторию, и если я вижу то, что можно из исходников, которые мне дают сделать что-то интересное, то я возьмусь за этот проект, ну, естественно, если мы еще по условиям зайдемся, там, по оплате, потому что у нас как бы не супербюджетная команда, не супербюджетный монтаж, точнее, потому что много людей работает, надо, естественно, им тоже как-то вознаграждать их за свою работу, потому что очень стараемся. Так что, ребята, если вы хотите обратиться к опытному монтажеру, который умеет действительно монтировать, Роман Редклаудович, пишите. Вот тут вот моя личка, вот тут вот. Пишите, Роме, в личку, возможно, вы попадете в команду Редклауд, у тебя уж там есть форма, запомните. Нет, в команду Редклауд сейчас уже не попасть, к сожалению, потому что я собрал много монтажеров, у меня, по-моему, сейчас 30 человек монтажеров в команде. Так как я каждый проект пока что лично курирую, я не могу просто физически взять кучу проектов, чтобы дать их всем монтажерам и еще это все проконтролировать, чтобы это все хорошо было по итогу. Ну, когда понадобится, следите за обновлениями. Да, если что, мы расширимся и будем тогда уже по потоку проектов смотреть, скажем так. Что бы ты посоветовал новичкам, которые только знали что-то по монтаже и хотят себя в этом попробовать, или которые уже имеют какой-то определенный опыт? Совет начинающим монтажерам пытайтесь прокачать свое собственное видение. Используйте, конечно, пресеты, где это, возможно, всякие там композеры, мистер хорс, атомы, это все круто. Но пытайтесь понять, как все это работает изнутри. Любой проект, любой пресет можно разобрать по деталям и сделать его по-своему. Таким образом вы сформируете свой визуальный стиль. Также можно смотреть и чужие работы, брать оттуда какие-то фишки. Если вы что-то не умеете, просто попробуйте это повторить. Если вы что-то не знаете, но у вас есть какая-то идея, визуальная, например, просто идите в YouTube, идите в поисковик и ищите, как это сделать. Как правило, это все есть. Повторив чужую работу, вы сможете научиться чему-то самому и потом уже использовать эти фишки в своем монтаже. Возможно, немного их видоизменив, но у вас будет таким образом свой собственный стиль. Развивайте свою насмотренность, друзья, это очень важно в монтаже. Хочу тебя поблагодарить за то, что ответил на мои вопросы, согласился. Всегда рад. Андрей Сексичика. Его работы, я думаю, вы также могли наблюдать на концертах разных рэперов, таких как Агли Стефан, Лав Дубл Шесть, Уши Дежо и так далее. Андрей в достаточно юном возрасте додумался создать курс по монтажу и монетизировать все свои знания. Поэтому, друзья, я думаю, вам будет очень интересно послушать. Андрей профессионал в работе с программами Adobe Premiere Pro, After Effects. Да, все вот эти фиолетовые страшные штуки, но смотрим интервью. А как мне тебя лучше представить? Я сам представлюсь. На связи с Сексичика. Я сегодня даю Полинчику интервью. А, я сейчас покажу, кстати. Покажу вам, ребята. Кто не видел? Оп. Это весь наш проект, если кто не видит. Оп. О, Эльфису вижу. Да, там все вообще. Никита, Стас, Герман, Турбо и Дюша Метелкин. Это один из вариантов нашего мерча. Я хочу сделать для команды. А я там есть. Секрет фирмы, жди. Так, Андрюха, расскажи мне, пожалуйста, как у тебя вообще начался твой путь в монтаже? Как ты начал? Короче, что было? Потек мне подарил фотик. Я, а нет, я поехал в пресс-центр. В ЦРОТ. Заслуги, когда я стихи читал. Я читал стихи. Я из деревенской прям школы. Прям из деревни глубинки прям такой. Я читал стихи плотно. Меня всегда вот управляли на конкурсы. Вот, там в деревне таких ребят вообще не видели. И мне говорят, ты, по-короче, едешь в центр развития одаренных детей. Меня довозят. Тогда бабок вообще не было. От слова совсем. Меня довозили, довозила тетя. И туда я попадаю в пресс-центр. Моя задача была писать посты. Писать посты в ВК-паблике. У меня тогда был ВК-паблик мой первый, где я читал стихи. И этот ВК-паблик я показал им. Они говорят, о, все, ты будешь писать у нас посты. Я такой, говно вопрос. Поехали, ебда. Я пишу посты. Мне дали фотик. В один момент Canon 600ник. Зеркалочку. Портретник. И говорят, иди поснимай. У нас фотографы все заняты. Я такой, щелк, щелк. Не получилось. Возвращаюсь обратно. И вижу такую ситуацию. Там, короче, стояли маг-компы. Вот в этом офисе пресс-центра стоят. Маг-компы. И вот там сидел, короче, бородатый 18-летний хач. Артем его звали, я даже помню, по-моему. И монтирует. И он что-то делает по шаблонам Envanta. И я такой, не хуй на себе. А мне, когда 13 лет, я такой, ой, это что за хуй вообще? Как он это делает? И тогда я понял, что что-то существует. Я вообще не знал, как ролики всякие делаются. Но я понял, что существуют монтажные программы. Приезжаю домой, у меня стоит, нахуй, разъебанный ноут. Чтобы вы понимали, чтобы охлаждать ноут, я подвешивал. У меня, короче, был крючок. Как из потолка торчал? У меня дедушка отдал мне старый вентилятор. Прям советский. Вот такая вот хуйня. Еще вот такая коробочка. И все, ты вот так его держишь. И можешь дуть. Вот так вот. И п*** вообще. Я взял, брал этот вентилятор. Подвешивал на этот крючок, на веревочку. Направлял на процессор. Он у меня охлаждался. Матрица была разъебана. Клавиатуры не было. Один USB-порт работал. Я брал переходник на 4, чтобы... Я хоть что-то работала. Клавиатура и мышка. И одна секунда рендера, я напоминаю, уже в б*** раз рассказал эту историю, длилась... Когда вот вы ноете, дескать, у вас компы, б***ь, хуйня. У меня одна секунда рендера, б***ь, 2,5-3 часа длилась. И вот начал я с Афтер Эффекса. Не как все, б***ь. Как принято с премьера. Нет, я начал с АЕшки. Был моушн-дизайнером. Делал ролики. 5 лет. А как ты вообще обучался? Где ты черпал информацию? Тогда не было информации вообще. Приходилось методом тыка. Либо западный YouTube. Прям, прям западный. Вот там прям надо было рыскать. Я английский, хуйня, не знаю. Мне приходилось. Что он делает, то и я делаю. Получится, с***, не получится. И тратил д***а времени. Ну и по западным туториалам учился именно моушну. Ну и потом, б***ь, мы карману пришли на поток. Там поняли, что мы все знаем. Что все это г***. И начали также по западным туториалам изучать вейфикс. И вот на текущий момент мы вейфиксеры. Я сейчас в Цветокор ушел, в SFX, в более режиссера. Ну, типа, стал режиссером монтажа, потому что вейфикс мне уже вот здесь не сидит. То есть ты самоучкой или ты посещал какие-то курсы тоже по монтажу? Я могу назвать себя самоучкой, вообще. Я посещал курс по монтажу, но я там не задерживался там дольше одного в двух уроков, потому что там объясняли полную. Ну, типа, прям вообще, ну, залупа полная. Ну, все, что там было, я захожу, там сидят дебилы, которые не знают, как трублендисплей сработает. Как нарезать в After Effects, я не знаю, что, типа, катнуть можно в премьере и за... А то, что есть Ctrl Shift D в After Effects, они это не знают. И этому учат несколько уроков. Я такой, вы что, долб... что ли, я это все знаю. Поэтому я могу себя откровенно назвать самоучкой, но я был, да, на обучение ходил на всякий, туда-сюда, вот. Да, вот я, кстати, тоже полностью самоучка. Я даже не знала, что есть курсы по монтажу, пока вот не встретила вас. Потому что мы первые на рынке, кто начал делать реально, типа, от души. Бушида Джо, СОС, нам нужна помощь здесь, она... Ликл, салам алейкум. Трувер, Шахдам, Райден. Райден с тендечкой сейчас работает. Шараут и тендечки, эти Райден. Шахдам, который Трувер, он, хуй, сделал проект. Ученики первого потока, нахуй, Ликл, третий поток. Пожалуйста, делает клип. СОС, нам нужна помощь здесь, она... Тёмыч, Твизи, СТОБАН, МОЁТ, Кредицы, все наши типы, всех мы знаем, все из нашего комьюнити работаем. Это очень круто. Как пришла вообще мысль создать такую команду? Команда? Нету команды, нахуй, нету команды. А кто это? Это просто содружество. Вот говорят, у нас был конфликт сейчас с Денчиком. Адеома? Да. Кто не знает, кто такое Адеома? Это человек, который занимается организационными вопросами в нашей структуре. Он не монтирует, он занимается именно вопросами организации всего процесса, обучения, выхода роликов на Ютуб. То есть он именно организатор. Но он же как участник команды, и это бывший наш ученик индивидуалки. У нас есть индивидуальное обучение. Наша команда обучала его. Я, Стёпа и Андрюха Рэйм, и его без Илюхи Шмолме тогда. Обучали его индивидуально. То есть у него была программа. Он в апреле очень быстро учился, на самом деле. Супер, это самый быстрый ученик по восприятию информации, который у нас был. Факт, факт. Он попросился преподавателем, мы его поставили. Он отвёл, всем понравилось. Но у него нету работ при этом. То есть он не монтирует вообще. Я ни разу, кстати, не видела. Ты не видела вообще работу Денчика? Ну, я видела то, что на Ютубе выкладывал, но, как я поняла, это уже не он монтирует. Это не он монтирует, да. То есть там тоже команда ребят, которую мы собрали для него. Вот, это всё делает наша команда. Но, не суть. Я это к чему? Я к тому, что Денчик... Мы постарались с Денчиком, и этот вопрос... Типа, блядь, левые уже залетают и говорят, нельзя строить бизнес с друзьями. У меня всё, всё комьюнити держится на друзьях. Типа, если я потеряю ребят своих, то я и потеряю вообще всё комьюнити. Потому что, сори, я хоть и начал это в соло, но очень быстро... Вот сколько мы работаем? Полгода сама, да, помнишь? Сколько? 7 месяцев, 7 месяцев мы работаем. У нас уже 500 выпущенных человек, 500 учеников прошло. Многие работают на продакшенах всяких. У нас индивидуалок тоже штук 20-30 уже вышло просто. И этого не было, если бы я это в соло, типа, делал. Понимаешь, здесь должны быть такие... Конечно. Если это бизнес, возьми автомойку. Вот автомойка, вот там, нахуй, не нужны тебе друзья. Вот ты туда приехал на своём ровере, как Максон говорит. Забрал бабки и уехал. Всё, и твои там типы, вот эти твои сотрудники делают всё это хуйня. Нет, у нас же немножко иначе. Если мы в творчеством занимаемся, мы... Короче, у меня есть принцип, что я не совмещаю... Не хочу совмещать коммерцию с творчеством. Вот Денчик отвечает за коммерцию. Всё, что остальное, это именно творчество. Творчество есть творчество, пацаны. Тут без друзей вообще никак. Поэтому команды по факту нет. По факту нет. Но. Но. Это. Содружество. Ребят, именно дружных, как вот Полина у нас, да, тоже. Это содружество ребят, которые просто, нахуй, дружат, коннектят. Они могут не списываться нахуй год и всё равно будут любить друг друга. Вот и всё. Я могу Полине нахуй написать в директе. И, красотка. Вот и всё. Не по работе, просто от души. А вот если бы это был мой сотрудник, я бы нахуй никогда в жизни этого не написал, понимаете? Вот и всё. В каком момент ты понял то, что это можно монетизировать, монтаж? Ну вот ещё до создания курса. Как у нас вообще первый поток запускался? Мы вообще, типа, пару человек бесплатно. Мы начали, короче, ребятам в дискорде помогать. У нас там человек 200 было тогда в ТГшке. Мы начали ребятам бесплатно помогать. Поняли то, что это работает. То есть мы можем, типа, какую-то школу... Ну, люди приходят и реально с вопросами. И мы такие... Времени на всех уже не хватает. Там 5 человек будет, мы уже заебались. Давай это монетизировать. Давай монетизировать. Типа, шли монетизировать. Открыли первый поток. Самый, кстати, вайбовый поток, вообще, который был среди всех. 20 человек, но 20 заряженных ребят. Так мы и поняли, что можно монетизировать. Мы поняли, что сфера монтажа страдает. Чего, б***ь, новых ребят не учить? Сама же знаешь, типа, на рынке никого не было тогда. Сколько это был? Год назад. Рынок пустой был монтажеров. Ну, б***ь, монтажеров вообще не было практически. Мы знали всех поименно. Вот тогда мы и поняли, что, типа, пора монетизировать. Когда рынок страдает, когда реально монтажеров не хватает. Там один человек половине ютуба делает. Как вот Даня Маргинг, да? Один человек делает половине ютуба, летс гоу, типа. Мы добавим еще десятерых. И вот, и все. И мы поняли, что можно монетизировать это. Люди, знаешь, это интересный момент. Я тебе тоже не рассказывал. Люди часто говорят, а почему вы именно эдитингу обучаете? Вот твое мнение, почему мы именно эдитингу обучаем? Ну, возможно, потому что в эдите это все как-то связано. Вот, потому что в эдитинге связываются все инструменты, которые ты используешь при монтаже. Вот ты моушн-дизайнер, но ты сделаешь эдит, и у тебя получится, потому что ты моушн-дизайнер. В эдитинге совмещается очень много сфер сразу. И в FX, и композитинг, и 2D моушн-дизайн, и 3D моушн-дизайн. Чем круче ты сделаешь эдит, тем больше тебя похвалят. Когда эдитинг не был развит, и когда мы начали развивать эдитинг командой... Когда я начинала, вот в семнадцатом году очень было мало эдиторов нормальных. А сейчас мы просто инстаграм листаем, клипы листаем, типа рилсы, тиктоки, просто клипы смотрим на ютубе. Все наши эффекты юзают. Шторки, которые Степан изобрел. Только сейчас до тиктока дошли шторки, и все начали юзать это. Я смотрю просто так, бах-бах. Знаешь, как прикольно, когда ты видишь свой пресет, вот у Heroine Water был клип, и там были пресеты, которые я сливал в свой тег, и ты такой, разъёблядь. А там делал VitexRise, тоже один из монтажеров, который шараут ему. VitexRise, который тоже с нами дружил и дружит до сих пор. VitexRise классный тип. Крут, на самом деле, то, что вы отдаёте свои пресеты, потому что вот, когда я находилась в сфере монтажа, в плане эдитов, очень много было сайтов, где эдиторы продавали там за неп***цкую цену свои пресеты. Да, так мы, причём мы это всё покупаем. Мы с денег, с потока, с заказов, мы покупаем паки, либо их находим бесплатно и сливаем точно так же, ребята. Потому что многие не знают, где находить, а мы свои источники не будем сливать, мы просто будем вам вкидать в ТГ постепенно. Вы к нам приходите, вы нас как бы уважаете, цените, мы вам отдаём, пожалуйста. Нам, типа, мы жмотимся на шею каплю. Вот на этом мы жмотимся. А на другие пресетики, нет, мы не жмотимся. Вот, это классно, когда у тебя есть комьюнити, которая это хочет. Это продукт, который они хотят. Это, типа, вещь, которая им нужна, которая им помогает в развитии. Пожалуйста, мы отдаём это. И поэтому, когда типы приходят и говорят, вы мучите эдитом, подумайте башкой, что вы детеньки можете делать. И вас обучат моушн-дизайну, вам придёт заказ на клип, вы за него не возьмётесь. А если вы изучите эдитинг, вы и за моушн возьмётесь. И как раз-таки за VFX клипа. Также это всякие 3D там штуки, я не знаю, трекинг, всё, что ли. А поэтому приходите в ТГшку, не приходите, не знаю, пишите Полине, она вас перенаправит. Приходите, я оставлю ссылку на Секси Чику, прикреплю тебя на лбу, так трекингом будет. Посмотрите, да, посмотрите сами, типа, чё мы мутим, чё мы делаем, это если новички, если, ну, тут, скорее всего, тоже подписчики будут смотреть. Поэтому им тоже шараут, всех люблю, душевно в душу. Ты можешь назвать, ну, где-то 3 главные черты монтажёра? Вот без чего монтажёр, ну, не может существовать? Монтажёр не может существовать без, первое, усидчивости. Усидчивости у тебя не будет. Вот Полина, нахуй, ноут свой залила, можешь туда вставить картинку. Андрей, я ноут залила, пи***я, просто. Чё делать? Человек всё равно решился всех собрать заново и заново перезаписать. Всё равно усидчивость у неё развита. У тебя будет гореть жопа, у тебя уйдут родные, уйдёт девушка, уйдёт близкие. Ты захочешь погулять с пацанами или с девчонками, ты не сбудешь это делать. Всё, монтаж, извини. Второе качество, второе качество. Творческий взгляд, это как в музыке. Если ты... Ладно, нет, давай... Если ты... Ладно, пухой, оставишь. То у тебя пухой и не получится. Тебе нужно иметь чувство вкуса. Нужна насмотренность. Тебе нужно прям информацию смотреть, потреблять. Чтобы войти в сферу монтажа, тебе нужно потребить пухой информации визуально. Смотреть постеры, на которые ты по улице идёшь, ты их даже не замечаешь. Посмотри, как они сделаны. Ты посмотри клипы, посмотри ролики на ютубе, ты каждый день этих смотришь. Посмотри, как они сделаны. Тебе это, ну, прикольно, а мы понимаем, как это сделано. Да, то есть многие люди, которые потребляют контент, они не осознают, как это было сделано. То есть сколько там работы проделано над... Сколько операторы проделали работы, монтажёры, как это вообще создавалось. Просто поглощают контент. А люди, которые действительно развивают свою насмотрю. Да, мы остаемся за кадром, суки, платите нам побольше, пожалуйста, заказчики. Да, говорят, почему монтажёры... Почему монтаж так дорого стоит? Да хуели. Знаешь, что самое интересное? Я болтал с Камилой Хаковой. Режиссёр Бата, Томаса Мраза, Хаджимэ Саунд. Мы сейчас проект сделали с тумани. Вот, может, видел автогешки. Там уже что-то, блядь, до 400 тысяч просмотров. Сидел на берегу озера. И в моменте, она же режиссёр и оператор при этом. И монтажёр, она вообще всё делает. Причём у неё всегда раз... Работа, и у неё оху**ные кризисы при этом. И она сказала одну фразу, с которой я согласился. Вот операторам заплатят за смену, там, условно, 30 тысяч, словно, в блях или сколько? 500 долларов, там, условно. За смену заплатят? Окей, им заплатили за смену. И ты уже не переснимешь, ёпта. Ты уже просто не переснимешь. Плати ещё один съёмочный день. Ну да. Тогда мы переснимем. Там уже не вернуть материал, брат. Ты уже ничего не поправишь, потому что это было в реальном времени. А монтажёрам сказал правки переделывать. Сука, ты мне заплатил за рабочий день, ёпта, чтобы я переделывал тебя? А приходится, потому что это монтаж, поэтому нужна усидчивость и насмотренность. Ну и третий пункт, третий пункт. Почему? Ну, типа, я не знаю, многие может не согласятся, может согласятся. Я всё-таки считаю, что оно так. Нужны связи здесь. Здесь без связей тяжело, просто-напросто. Заказчики, не заказчики. Это всё огромная база, которая должна наращиваться. Тебе, чтобы бабки лутать хоть какие-то, нужны связи. Без связи ты ничего сможешь сделать. Нужно искать таких же комьюнити, ребят таких же, которые с тобой будут двигаться. Нужно набирать людей, знакомиться, социализироваться. Если ты не харизматичный х**, который не может быть даже в интернете с человеком поговорить, которого ты не увидишь никогда в жизни, скорее всего, то не лезь сюда, ёпта. Связи вообще очень много решают в жизни, на самом деле. Нетворкинг это вообще тема. Монтажи очень много решают, правда. Ну так-то, наверное, всё. Я хотел попросить ещё советы дать, но ты, походу, уже и так дал советы. Советы мешают хавать этот мир по кускам. Короче, советы. Не сдаваться. У нас получилось, у вас тоже получится. Я был таким же х**, как и вы, который просто говорил, что ничего не получится. Получилось же, мы тут. Мы почему-то на вершине монтажа, одни из самых, типа, высоких ребят в монтаже сейчас. Я не знал, типа, мне постоянно говорили, матушка, папа, типа, то, что брось, иди на нормальную работу. Это дефолт. Да, и никто не верил, но пацанов, которых я с собой собрал, которые сейчас здесь в команде у нас, так называемый, они верили, они в точно такой же ситуации находились. И в итоге мы все здесь. Вот, поименно. Не сдавайтесь просто, вот и все. Это вообще как во всем в жизни касается. Ну, я думаю, нужно просто иметь вот четкую цель или понимание, для чего ты это делаешь, и действительно гореть этим делом. А не просто заставлять себя, потому что это сейчас модно, это можно монетизировать. Ну, то есть, если ты не горишь этим делом, то... При этом, помимо того, что не сдавайтесь, потребляйте д***я информации, ребят. Без информации, типа, вообще, учитесь. Учитесь, учитесь, еще раз. Учение свет, не учение тьмак. Имейте в виду. Приходите к нам, научим. Конечно. Не бойтесь тратить деньги на саморазвитие, это нормально. Поэтому всех люблю, обнимаю. Я думаю, мы на этом заканчиваем. Спасибо, что пригласила. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо большое, что согласился во второй раз. Да, был на связи с Экси Чика, Андрюха. Тут со мной вот здесь лежит Степан Тропозоид, он вас тоже слышал. Всем приветствует, я уверен. Всех обняли, приходите, подписывайтесь на Полину. Можете ей привет написать от меня. На этом было все. Мне кажется, это первое видео за долгий период, которое я сделала именно от чистого сердца, потому что я очень хотела сделать видео такого формата. Если вы зайдете на мой канал, если вы тут новичок, у меня выходят абсолютно другие видео. Но, если вас заинтересовал мой канал, я также хочу вас попросить подписаться на мой Телеграм-канал, потому что это сейчас очень модно. Просто подпишитесь, мне будет очень приятно. Там, возможно, выйдет даже какой-то материал, не вошедший в это видео с интервью. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, интересна ли вам тема монтажа, потому что у меня уже есть материал для следующего видео, и я там рассказываю про базу монтажа в программах Adobe, After Effects, Premiere Pro. Так что, ребят, просто дайте мне знать. Ставим пальчики вверх, подписываемся на мой Телеграм-канал, и пишем «База монтажа в After Effects, Premiere Pro от женщины». Друзья, мне кажется, это в новинку, нет? Я реально, я очень мало видела девушек-монтажеров, эдитеров. Подписываемся также на ребят, конечно же, обязательно. Я оставлю ссылку на Рома Ред Клауда и на Секси Чику Андрея в комментариях закрепленных. Спасибо большое за просмотр. Я желаю вам хорошего дня. Всех обняла, приподняла, и увидимся совсем скоро. Я надеюсь, до скорой встречи. Пока!